20 февраля в Барановическом районе стартовало досрочное голосование. Во вторник в Беларуси прошли заключительные мероприятия в рамках проекта «Паштолка. Бел». Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь в Барановическом районе прошли торжественные мероприятия. Голосование. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В этот раз будут одновременно избираться депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и местных советов депутатов. Досрочное голосование стартовало на территории Барановического района. Сегодня утром первые избиратели уже сделали свой выбор в пользу понравившегося кандидата. Процесс идет достаточно активно. Как только закончилось опечатывание ящика, сразу же распахнулась дверь избирательного участка и появился первый человек, пожелавший проголосовать досрочно. Людмила Попека, учитель начальных классов Русиновской средней школы, предъявила паспорт, получила бюллетень и уверенно направилась в кабинку для голосования. Позже также уверенно поместила его в урну. Вся наша семья в эти выходные отправится проведать нашу любимую бабушку, поэтому 25 числа мы не сможем прийти. Поэтому я решила проголосовать досрочно. Исполнить свой гражданский долг. Я человек ответственный. На участках сделано все для того, чтобы люди чувствовали себя удобно. Здесь строго соблюдаются все требования законодательства. Так, например, основное правило – шторки. Они должны быть открыты для того, чтобы члены комиссии могли видеть, что нарушений нет. В целом от членов комиссии сегодня требуется особая внимательность. Ведь эта электральная компания другая. Теперь у нас будут единовременно избираться депутаты сразу всех уровней. В первых рядах избирателей и председатель Барановического райсполкома Сергей Карпенко. Гражданский долг каждого из нас – прийти на выборы. Для того, чтобы власть была действительно народной, она должна получить поддержку большинства граждан. Уважаемые избиратели, 20 февраля в нашей стране стартовало досрочное голосование, которое продлится до 24 февраля. Если вы сомневаетесь, что сможете прийти в единый день голосования 25 февраля, приходите на участки для голосования в любое удобное для вас время в течение всей недели. И обязательно отдайте свой голос. Белорусам предстоит выбрать 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов. На главной странице официального сайта ЦИК запущен сервис по поиску участка для голосования. А в разделе, посвященном текущей избирательной кампании, размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Всего в стране образовано 5 411 избирательных участков. В дни досрочного голосования они будут открыты с 12 до 19 часов, без перерыва на обед. Единый день голосования пройдет 25 февраля. Участки для голосования будут работать с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, с сегодняшнего дня начинает работу горячая линия Центра общественного наблюдения за выборами. С замечаниями и предложениями о ходе голосования можно обратиться по телефону 8017-215-2183. Республиканский молодежно-информационно-просветительский проект «Паштовка Бел» прошел в Беларуси. Каждый желающий по 20 февраля включительно мог заполнить почтовую открытку «Выбираем будущее вместе» и отправить любому адресату в нашей стране. Во вторник, в заключительный день проведения акции, карточку с приглашением на выборы заполнили сотрудники Барановичского райсполкома. 20 февраля в Беларуси прошлись заключительные мероприятия в рамках проекта «Паштовка Бел». Каждый желающий в период проведения акции мог заполнить открытку «Выбираем будущее вместе» и бесплатно направить ее адресату на территории Беларуси. Почтовую карточку по месту назначения доставляли работники Белпочты. Во вторник заполнили конверты и сотрудники Барановичского райсполкома. Помощь оказали волонтеры райкома БРСМ. Корреспонденция была адресована родным, близким и друзьям. Адресанты напомнили каждому об их конституционном избирательном праве и едином дне голосования. Важно и то, что на приглашении размещен QR-код, перейдя по которому избиратель получит важную информацию о выборах. Главная цель акции – напомнить каждому о выборах, которые состоятся 25 февраля. Принимать участие в выборах – это очень важное событие для каждого гражданина, которому не безразлично будущее нашей страны – Республики Беларусь. Напомню, информационно-просветительский проект «Паштовка Бел» стартовал 5 февраля. Во время проведения мероприятий, посвященных электоральной кампании, по всей стране были установлены места, где можно было заполнить почтовые карточки с приглашением на выборы и бесплатно отправить ее адресату. По почте было отправлено около 40 тысяч открыток приглашений. Организаторами акции выступили Белорусский республиканский союз молодежи, Центральная избирательная комиссия, Министерство информации, Министерство связи, информатизации, Белпочта. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь в Барановичском районе прошли памятные мероприятия. Участие в них приняли руководство Барановичского райисполкома, депутаты, руководители селисполкомов, сельхозорганизаций, представители общественных объединений, военнослужащие 230-го общевойскового полигона, воспитанники Бреевского областного кадетского училища и многие другие. 23 февраля по праву считается всенародным праздником. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Накануне памятной даты на месте концентрационного лагеря «Шталак-337» в Березовке, где было расстреляно, казнено, убито и заживо похоронено более 88 тысяч мирных людей, военнопленных, партизан, детей, состоялся траурный митинг с возложением к монументу цветов и венков. Это праздник истинных патриотов, объединяющих людей разных поколений, профессиональных военных и всех тех, кто понимает ценность мира. Нашим предкам пришлось с оружием в руках отстаивать свободу и право на мирную жизнь, защищать от врага детей и стариков, а затем возрождать из руин города и села, строить будущее, новое, счастливое, в котором люди никогда бы не сталкивались с таким страшным понятием, как война. Как отметил глава государства, Беларусь никогда никому не угрожала и не станет источником угроз для других народов, но право следовать исконным традициям и выбранному народам политическому курсу незыблемо. Мы защищали его и будем защищать, и не только с оружием в руках. Сегодня в категорию военная безопасность мы закладываем такие понятия, как защита исторической правды, исторической памяти и воспитание патриотизма. В Беларуси трудно найти семью, где бы ни было героев, проливавших кровь на полях сражений. История знает множество примеров, когда армия вместе со всем народом отстаивала независимой страны. Беларусь пережила целую череду страшных и опустошительных войн, унесших жизни миллионов людей. В память о подвигах с благодарностью к тем, кто пролил кровь, защищая мир, был организован патриотический автопробег с участием военной техники. Участники мероприятия посетили памятные места Барановического района. У братской могилы советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны при освобождении деревни Лесная состоялся митинг. Минуты молчания присутствующие почтили память погибших. Скоро вся страна 23 февраля будет отмечать замечательный праздник – День защитников Отечества, Вооруженных сил Республики Беларусь. Мне хотелось бы поздравить всех тех, кто был на настоящей войне, всех тех, кто сейчас в мирное время служит Отечеству, тех, кто уже покинул ряды армии и тех, кто только готовится, как мы, кадеты, к служению Родине в будущем. Также хотелось бы поздравить и женщин в погонах, так как сегодня, 23 февраля, это уже не только мужской праздник. Женщины наравне с мужчинами делят тяготы армейской жизни. В нашем кадетском училище также наравне с мальчишками учатся и девчонки. Череда мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, продолжилась в агрогородке Лесная. На площадке усилий с полкома развернулась грандиозная выставка военной техники, которую организовали военнослужащие 230-го общего искового полигона. Также местным жителям продемонстрировали элементы обмундирования. Мы силами нашего полигона и занимающихся подразделения на полигоне организовали небольшую выставку для близлежащих населенных пунктов. Здесь проводится патриотическая работа, и дети с удовольствием ознакомятся с нашим вооружением, с боевой техникой. И в дальнейшем, думаю, что из них получатся замечательные защитники Родины. Выставка вызвала интерес не только у юных жителей, но и у взрослых. Гости мероприятия с удовольствием фотографировали с военной техникой, угощали солдатской кашей, приготовленной военными поварами. 23 февраля – это значимый праздник для всех нас. Я считаю, что каждый мужчина должен пройти этот путь, отслужить в армии, отдать долг своей Родине. Я хочу стать таким же, как этот молодой человек, помнить о тех временах, чтить и любить свою Родину, и быть патриотом. В рамках масштабных мероприятий в стенах Леснянской средней школы учащимся рассказали об особенностях поступления в военную академию и на военные факультеты в гражданских вузах, а также о военной службе, курсантской учебе, быте и повседневной жизни. И это все на сегодня. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания.